Зачем такое количество разных молитв, если Господь сказал не быть многословными как язычники? Ведь минимум 95% людей в многословии не могут сконцентрировать разум и сердце. Это прекрасный вопрос, обращающий нас к сути и смыслу молитвенной практики. С одной стороны, Господь безусловно и совершенно однозначно говорит в Священном Писании о принципиальной важности, собранности и немногословии. Связано это, во-первых, с тем, что принципиальным отличием истинного Бога от ложных божеств является его принципиальное милосердие. Язычники в многословии своем, желаемые быть услышанными, о которых говорит Господь в Евангелии, умоляют, упрашивают своих божеств, о которых, собственно, из своей мифологии. Они прекрасно знают, что те далеко не всегда добры, милые благи. И поэтому им однозначно нужно трудиться в этом выпрашивании, желая получить хоть что-нибудь от этих, но, в общем-то, не всегда милосердных божеств. Соответственно, из Священного Писания мы знаем, что Господь так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Бог не жалеет ничего для спасения человека. Поэтому, конечно, в умолении Он не нуждается. С другой стороны, также Христос в Священном Писании указывает и на то, что при всем при этом молитве должно быть свое время, свое место, и место это центральное в жизни христианина. Приводя здесь в пример, собственно, как такой, ну, скажем так, базовый вариант молитвенной логики, молитва Отче наш, где, кроме прошений о Высоком, о Небесном, о том, чтобы Царство Божие, например, водворилось в мире, мы просим и о очень простых вещах, ну, например, о насущном хлебе. Зачем? Если Господь прежде всякого прошения знает, что нам нужно, да, и, с другой стороны, имеет милосердие, чтобы нам это преподать. Здесь идея в том, что не только Бог строит отношения с нами, но и мы выстраиваем отношения с Богом. Нам необходимо в молитве явить открытость действию Божию в нашей жизни. И поэтому то, о чем мы молимся, да, вот в этих конкретных темах, мы призываем Бога в нашу жизнь, демонстрируем Ему нашу готовность и открытость, что да, Господи, действительно, я хочу, чтобы и в этом, и в этом, и в другом измерении моей жизни Ты действительно присутствовал. Да, то есть я тем самым отворяю двери своей души Твоему действию. Мы в книге Откровения читаем о том, когда Господь говорит, вот я стою и стучу, да, и тому, кто услышит стук мой, да, и отворит мне, к тому войду и буду вечерять с ним, а он со мною. Вот на эту вечерю в тайнике сердечном, да, молитвой Бога мы приглашаем, да, открываем перед ним двери души и желаем, чтобы он вошел в нашу жизнь в полноте. При всем при этом также важно иметь в виду, что разнообразие, да, большой объем церковных молитвословий связан еще и с тем, что, как, например, апостол Павел говорит, да, в первом послании к Тимофею, что существует огромное разнообразие форм обращения и прославления Бога, да, и молитвы, и благословения, и прошения, и многое-многое другое, да, то есть сердце человеческое может очень по-разному излиться в этом опыте общения с божеством. Поэтому и церковь, как внимательная мать, по крупице и по жемчужине собирает вот этот духовный опыт, рождающийся в ее недрах, и предлагает его своим детям, что это общение может выглядеть и одним образом, и другим, и третьим. То есть эта сокровищница церковного опыта существует и для того, чтобы каждый из нас по нашему устроению, по нашей возможности обратился к ней и нашел в ней то, что ему максимально близко, созвучно и понятно. Самым простым примером того, что это, ну, скажем так, аналогичным образом выглядело на всей истории отношений между человеком и Богом, является та же самая книга псалмов. Да, всем известная нам псалтырь, где мы видим в большом количестве гимнов тексты очень разного смысла и очень разной направленности. В каких-то ситуациях мы благодарим, в каких-то мы просим, в каких-то мы жалуемся и хотим быть просто услышанными, чтобы Бог пожалел нас. Это совершенно нормально и естественно. Просто принципиально важно иметь в виду, что совершенно нормально, что какие-то тексты в определенных ситуациях нам близки, понятны и созвучны. Относительно каких-то мы не можем сказать, что они принципиально созвучны нам и мы принципиально солидарны с ними. Именно поэтому сокровищница церковного опыта и столь богата, чтобы каждый мог изнести из нее полезное для себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok